Сегодня мы расскажем собранную нами информацию про Сербию и как туда переехать жить. В прошлом видео мы рассматривали Перу. Кто не видел, может глянуть тут. Вы на канале Turkey Space. Я Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, Сербия. Сербия – страна, являющаяся претендентом в Евросоюз. Для въезда в страну на 30 дней гражданам МРФ и Республики Беларусь и Украины виза не нужна. Дальше можно выехать и въехать снова на 30 дней. И так можно делать до бесконечности. Либо нужно оформлять ВНЖ. Сербия – это парламентская республика, страной правит президент. Крупнейшие города – это Белград, Новий Сад, Ниж и Грагуавец. Религия – это православие. Государство также светское, религия отделена от государства. Национальная валюта – сербский динар. Расскажи, что с климатом. О, климат там довольно-таки мягкий. Там мягкая зима с редким снегом, но без морозов. И жаркое душное лето. Ну, море, к сожалению. Вот это вот большой минус, да. Цены на все ниже, чем в больших городах России, Беларуси и Украины. Отношение сербов к русскоговорящим мигрантам очень дружелюбное. Ну, что известно уже давно. А что же там со свободами и правами человека? Со свободами там все интересно. Сербия занимает 79 место в рейтинге свободы прессы. Задержаний за участие в митингах и выражение политической точки зрения там тоже нет. Однополые отношения не запрещены. Однако однополые браки законодательно запрещены. Ну, то есть внутри страны заключить брак вы не сможете. Ну, а встречаться вы сможете. Но выехать в другую страну, заключить там брак, уже сможете. Можете. В стране происходит регулярная смена президентов. Однако... Однако кого-то может смущать, что имеется в некоторой степени политическая близость с Россией. Чтобы ввести животное в Сербию, нужны международный сертификат, чип, две дозы вакцины от беженства. После первой должен пройти 21 день. Также необходима вакцинация от заразных заболеваний и обработка от паразитов. При ввозе из России и Беларуси стран Евросоюза тест на антитела к беженству не нужен. Но, например, если ввозить челюсть в Турцию или вывозить из Турции, то тест на антитела уже нужен. Интернет в стране как мобильный, так и домашний не дешевый и дороже, например, чем в Турции. Цены на жилье разнятся от города к городу. Например, в Белграде на окраине города квартира с двумя спальнями обойдется около 300 евро. В центральных же районах города уже около 400 евро. В других городах можно найти и дешевле. Коммунальные платежи в стране высокие. То есть смело прибавляйте к стоимости квартиры еще около 100 евро. Самые дорогие квартиры с центральным отоплением. Так как нужно платить за него весь год вне зависимости, были включены батареи или нет. Там идет перерасчет. Ну, собственно, как и во многих регионах России, например. Да. Открытие карты в банк возможно, но ситуация примерно та же, что и в Турции. Нужно побегать по банкам и найти того сотрудника, который готов будет открыть вам карту. После прибытия в страну нужно зарегистрироваться в съемной квартире. Для этого нужно договариваться с собственниками квартиры, чтобы это осуществить. Да, там собственники квартиры регистрируют прибывших. Виза ран пока не прикрыли в Сербии. Поэтому многие живут годами, один раз в месяц выезжая в соседнюю страну. На виза ран удобнее всего съездить в Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Туда не нужна виза россиянам. Некоторые перевозчики организовывают виза ран на корватскую границу, куда тоже виза не нужна. Но происходит это без пересечения границы Хорватии. Туристы покидают Сербию, получая выездной штаб и сразу же заходят обратно. ВНЖ в Сербии, или как его здесь называют, Боровак, можно получить на срок от трех месяцев до года с возможностью продления. Чаще всего первую дают на полгода и потом продлевают на год. Но четких правил каких-то нет и многое зависит от инспектора. Да, от инспектора. Опять же, как в Турции. Есть несколько оснований для получения этого ВНЖ. Это учеба, работа, брак, лечение, владение недвижимостью, либо собственный бизнес. Ну, там еще есть другие, но они такие, не распространенные. Поводом для ВНЖ является также обучение на языковых курсах в Белграде или городе Нови Сада. Для покупки недвижимости порога входа нет. Поэтому покупать жилье можно любое, как дешевое, так и дорогое. Главное, чтобы оно подходило для проживания, и вы в нем жили. Цена на недвижимость в Сербии очень разная. Есть квартиры как за 30 тысяч евро, так и за 200 тысяч евро. Если есть удаленная работа или вы фрилансер, то можно получить ВНЖ на основе бизнеса. С видом на жительство разрешено работать в Сербии. Можно оформлять местный аналог полиса УМС. Это здравственная картица называется. Подавать документы на получение виз других стран. В перспективе получить бессрочный вид на жительство, то есть ВНЖ. Через 5 лет можно получить паспорт по натурализации. Здесь вот вы видите сайт Министерства внутренних дел Сербии, где можно узнать все подробные ответы на вопросы по поводу ВНЖ. На этом сайте также представлен весь список необходимых документов для подачи на ВНЖ. Легально найти работу в стране без знания языка – это задача непростая. Но сербский язык входит в группу славянских языков, поэтому выучить его не сильно сложно. Оплата карты возможна не везде. Всегда с собой нужно иметь наличность. Вывод денег с российских карт возможен при помощи свифта из банков, не попавших под санкции. Например, Айфайзенбанк, Чинковбанк. Нестабильно работает платежная система Юнистрим. По крайней мере, так сообщают люди. Ну а также там есть криптовалюта, и она легализована. Есть пункты обмена. Основные проблемы страны – это неэффективные судебные институты, коррупция и старение населения. Из Сербии высококвалифицированные специалисты и молодежь стараются уехать для проживания, для обучения, для работы в соседние страны, которые находятся в Ставе Евросоюза. Расскажи, как же можно добраться из Турции в Сербию? Туда можно добраться самолетом за три часа, и билет стоит от двух до шести тысяч лир в одну сторону всего лишь. Ну или можно на автобусе из Стамбула за семнадцать часов, и тогда билет будет стоить полторы-две тысячи лир. А еще есть поезд за четыреста и семьсот. Это вообще самая низкая стоимость, за которую можно добраться из Турции в Сербию. Ну ехать там долго, естественно. Кстати, очень удобно, что переезжаешь, когда… Это хорошо, что есть поезд. Я просто сейчас только додумала, что когда ты переезжаешь из Турции, например, мы же видео сделали «Если вдруг отказали ВНЖ, куда же дальше ехать, если ты уже не в России?» А вещи-то ты уже обжил? Да. Вещей-то у тебя много? Да. На самолет-то уже все уже не затачкаешь? А в поезде хорошо. Короче, ехать на поезде из Стамбула два с восемь часов, сто дешево. В целом, страну можно рассматривать как вариант для переезда. Про Сербию, пожалуй, все, что мы нашли из основной информации. Если вдруг что-то мы не осветили и возникают какие-то вопросы, напишите нам в комментариях. Мы попытаемся ответить на них, найдя выставерную информацию. А пока подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные и важные видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. Внизу под видео есть наша почта, куда вы можете обратиться с разными вопросами, анонимными или неанонимными. А также там есть наш сайт, куда можно обратиться с просьбой об аренде квартиры в Турции. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.